добрый день дорогие пекари сегодня будем печь очень полезный и вкусный хлеб он с семечками с цельнозерновой мукой такой хлеб содержит повышенное количество пищевых волокон он полезен для нашего микробиома для кишечника для переваривания пищи и в целом для состояния нашего иммунитета и хорошего самочувствия не забудьте поставить лайк подписывайтесь на канал но и давайте приступать к рецепту сегодня будем делать хлеб с повышенным содержанием клетчатки полезны это будут семена белого льна чья и еще я буду использовать цельнозерновую муку берем белый лен семена нужно заранее замочить это снижает уровень фитиновой кислоты который не очень нам нужно улучшает качество теста потому что семена не тянут влагу из теста 35 граммов льна заливаем водой воды налью 50 35 граммов чья также заливаю 50 грамм воды 50 беру специально чтобы не потом проще было влажность теста посчитать проще было отнимать из общего количества воды эту воду все чья и лен оставляем на несколько часов они полностью впитают эту воду в свой замес я возьму цельнозерновую муку фиолетовую это пшеничная мука марки крым сарайская мука это производится в татарстане недалеко от нас называется фиолетовый потому что это особый сорт пшеницы с фиолетовыми колосьями которые содержат повышенное количество антоцианов это антиоксиданты полезные для нашего организма плюс это мука цельнозерновая она содержит отруби и пшеничные зароды что есть она полноценная для того чтобы сделать ее еще полезнее проведем долгий аутолис ссылку на крым сарайскую муку оставлю в описании попробуйте она очень вкусная очень ароматно раскрывается в хлебе 200 граммов фиолетовой цельнозерновой муки заливаю двумя стами граммами воды вода из-под бытового фильтра перемешаю и вот в таком виде жидкой довольно болтушки оставлю на аутолиз при аутолизе у нас произойдет процесс набухания клейковины плюс замачивание цельнозерновой муки повышает ее полезно снижает уровень фитиновой кислоты и улучшает биодоступность полезных микроэлементов которые в том числе в этой муке содержится перемешала муку накрываю крышкой оставляю на аутолиз на три часа и семена будут также стоять набухать три часа здесь у меня покормленная закваска она у меня уже была на пике я чуть-чуть ее еще подкормила по 30 граммов воды и муки рассчитываю что тоже где-то за три часа она у меня поднимется оставляю все и пока можно заняться другими делами закваска у меня поднялась мне можно даже сказать что это мне не закваска несколько раз покормлены превращенная базовая пшеничную опару здесь у меня фиолетовая мука прошла аутолиз выливаю фиолетовую муку с водой тару большего размера семена впитали всю воду выкладываю семена перемешаю мне уже нравится этот состав сюда же добавлю наверно побольше закваски добавлю добавлю 150 граммов смотрите какая прекрасная закваска поскольку это у меня по факту базовая пшеничная пара пусть и будет больше нет 150 не буду 110 вот хватит и 200 граммов муки первого либо высшего сорта пшеничной не забудьте добавить соль соли где-то 9 граммов я люблю замешивать тесто руками потому что сразу чувствуешь его текстуру заметить что воды я больше не добавляла по моим расчетам той воды которая содержится в закваске той в которой я замочила семена и провела аутолиз цельной зерновой муки должно достаточно сейчас еще посмотрим если я в процессе увижу что нет мало этого значит можно воды добавить на первом смешивании задача соединить всю муку и все другие ингредиенты чтобы у нас просто не осталось сухих участков все сделал я первичный замес видите какое хорошее довольно плотненькое тесто получилось положу его сейчас тоже самую миску накрою крышкой оставлю минут на 30 и проведу повторный замес тесто провела полчаса температура 22 почти смачиваю руки чтобы было проще с ним работать она такая плотненькая прямо скажем и замешиваю тесто если вы хотите более нежное тесто то добавьте еще воды я решила что этот хлеб я хочу видеть мелкопористым и довольно плотным таким сытным поэтому я не буду больше добавлять воды и я не буду слишком сильно месить и переукреплять клейковину считаю что будет достаточно того качества которое я вижу сейчас промесила вот при вас буквально минуту тесто прекрасно собирается несколько капель растительного масла на дно миски смазываем чтобы тесто не слишком сильно прилипало накрываю крышкой сейчас мне нужно отлучиться на пару часов поэтому я оставлю тесто просто бродить на столе прошло побольше времени три часа не два я отсутствовала дольше чем планировала сейчас посмотрим на тесто оно хорошо бродит я ему сделаю обмилку круговую вот такую активную прям на столе обмяла и верну обратно в миску я думаю что я оставлю его еще часа на полтора-два засекаю полтора посмотрю и дальше буду решать прошло еще полтора часа брожения я вижу что тесто хорошо поднялось учитывайте что тесто тяжеловатое за счет большого количества семян плюс она довольно плотная и за счет того что цельнозерновая мука поэтому сейчас я его сформую вложу форму и буду уже расстаивать форме немного муки на подпыл самую малость выкладываем тесто смотрим что да ну хорошо бродит берем форму необходимо ее смазать либо специальной смазкой либо топленым маслом рецепт смазки есть у меня на канале она может долго храниться в холодильнике и достаточно приготовить один раз и потом можно многократно использовать и не забываем донышко пройтись и уголки заготовку немного дегазируем и дальше я сформую своим любимым способом я всегда так формую хлеб для выпечки и расстойки форме вот такой получается хлеб заворачиваем два краешка и получаем вот такой ровный аккуратный батончик укладываем если чуть-чуть морщит вверх ничего страшного для пшеничного хлеба это допустимо при подъеме он у нас расправится обязательно нужно накрыть либо пленкой либо какой-нибудь крышкой либо бумагой но лучше чтобы было место под укрытием я использую обычные бакилы одноразовые потому что они дают вот такое пространство под укрытием и оставлю на расстойку примерно на полтора-два часа сейчас при комнатной температуре температура плюс 21 градус хлеб мне расстаивался два часа увеличился в два раза сейчас буду выпекать на дно поставлю миску с кипятком чтобы выпекать с паром вначале духовка разогрета на 230 градусов и сделаю рисунок на хлебе присыпаю мукой и делаю колоски на свой вкус с одной стороны колосок и потом с другой стороны такой же колосок отправляю выпекаться температура 230 градусов 15 минут с паром и потом 210 градусов еще минут 30 хлеб пекся 45 минут пора его вынимать из формы корки бледновато мне хочется более яркий хлеб поэтому я его сейчас верну в духовку и допеку еще минут пять допекла пять минут давайте посмотрим на хлеб он стал более румяный верх у него колосок не раскрылся это значит он полностью расстоялся но и теперь его осталось только остудить и можно будет пробовать хлеб у меня остыл хочу резать его не по центру хочу резать с краю взяла свой прекрасный острый нож смотрите какой красивый мякиш именно этого я и хотела вот такого мелко пористого очень ароматного все-таки фиолетовая мука цельнозерновая крымсарайская дает потрясающий аромат ореховый очень хлебные при этом очень нежный идеальный хлеб на любые полезные бутерброды смотрите как красиво как плотно любая начинка ляжет прекрасно пробуем тонкая хрустящая корочка по ощущениям как будто бы я не лен а кунжут положила внутрь просто привкус семян очень яркий очень яркий очень вкусный и полезный хлеб на этом завершаю этот сюжет с вашего позволения сейчас сделаю себе салат с квашеной капустой и с этим прекрасным хлебом пообедаю но вы подписывайтесь на канал зовите друзей и знакомые пускай домашних пекарей становится больше а мы с вами продолжим печь не спичем еще много всего интересного и Субтитры сделал DimaTorzok